13.07 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И «Особое мнение» свое сегодня выскажет Алексей Кузьмин, депутат городской думы, пятого пока созыва. Насчет шестого мы сегодня будем разбираться. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну, давайте сначала в общем и целом по выборам, я думаю, что говорить мы будем сегодня в основном об этом, удовлетворены вы результатами? Вы знаете... Давайте и по губернаторским, и по гордуме. С чего я хотел начать, это прежде всего поблагодарить тех, кто все-таки пришел на избирательные участки. Об меня можете благодарить. Благодарю за то, что пришли на избирательные участки, отдали свой голос, неважно какой партии, неважно какому кандидату, но тем не менее проявили свою гражданскую позицию и обозначили своего представителя во власти, а именно в городской думе или в данном случае в правительстве Кировской области. Что касается остальных, 78% по городу Кирову и... По области у нас явка почти 31%, то есть получается... 67%. 69%. 69%, да. Значит, то всем остальным хочу сказать, что зря, конечно, чтобы остались в это время дома, либо занимались какими-то своими делами, зря, что вы не уделили 10-20 минут своего времени, не пришли на избирательный участок. Очень хотелось бы, чтобы вы высказали тоже свою точку зрения, свою позицию на избирательных участках, но, к сожалению, власть в городе Кирове и в Кировской области выбирают немногие, а именно вот одна пятая, одна шестая из избирателей. Но тем не менее, тем, кто пришел, огромное спасибо, вы выбрали ту власть, которую вы считаете нужным. Которую вы заслуживаете, так и хочется сказать. Которую вы считаете нужным. И самое интересное, что именно эти люди, кто пришел на избирательный участок, имеют полное моральное право спрашивать с тех кандидатов, с тех действующих сейчас депутатов городской думы за то, что они выбраны. Они могут к ним обращаться, говорить свои проблемы и имеют на этом полное моральное право. Вот смотрите, Алексей, в области у нас почти миллион двести тысяч избирателей, при этом голосовали из них, ох, извините, пожалуйста, я не выключила звук телефона, голосовали из них двести тысяч человек. Можно очень много спорить о легитимности этих выборов, и, наверное, я вас потом об этом спрошу, но сейчас немного о другом. Очень много говорят о том, что люди потеряли доверие к выборам, потеряли веру в то, что они могут на что-то повлиять, то, что их голос что-то решит. Это показывают опросы многочисленные, которые проводили, в том числе и федеральные агентства. Это показывает обычное общение с людьми в социальных сетях, лично еще где-то. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Что вы сделали в этой избирательной кампании, вы и ваша партия, чтобы все-таки вернуть доверие людей к выборам, как к институту? Вы знаете, действительно, отношение к выборам у россиян меняется с каждым годом все больше и больше, но в худшую сторону. Интерес к выборам пропадает, и у россиян начинает проявляться некая политическая апатия, потому что та повестка дня, которую формируют федеральные телеканалы, которые смотрят большинство нашего населения, она заставляет задуматься лишь о внешних факторах и о внешней политике. Что касается проблем внутренних и внутренней политики, то на это акцентируется все меньше и меньше внимания, соответственно, люди точно так же акцентируют свое внимание все меньше и меньше. Это первое. Второе, что касается явки на выбор, действительно, она была рекордно низкая в Кировской области, по городу Кирова она была тоже рекордно низкая. Это говорит лишь о том, что население города Кирова проявляет аполитичность. 23% явка составила. Поэтому, что касается работы нашей партии, меня лично, или избирательной комиссии Кировской области, то отмечу следующее, что кандидаты нашей партии лично топтали свои округа, лично встречались и знакомились со своими избирателями, они заходили в квартиры, они проводили встречи во дворах, в подъездах, они рассказывали о себе, рассказывали о своих предложениях, они раздавали агитационные материалы, раздавали контактные свои данные для того, чтобы держать постоянный контакт с избирателем, чтобы обмениваться мнениями, выслушивать проблемы и так далее. Это что касается деятельности нас. Я лично обошел порядка трех тысяч квартир в своем избирательном округе, а у меня 12 тысяч было квартир. То есть здесь я точно так же работал на повышение явки. У меня не было четкой, сам себе не ставил четкую задачу, чтобы, скажем так, проэдитировать себя, пропиарить себя, какое красивое, голосуйте за меня. Нет. У меня была четкая задача, это, скажем так, увидеть своего избирателя, чтобы избиратель увидел меня, обменяться контактными данными, и прежде всего для того, чтобы просить человека прийти на избирательный участок. Я ставил перед собой следующую задачу. Я убеждал людей прийти на избирательный участок. К сожалению, не мои убеждения, не убеждения моих коллег, однопартийцев, ну, как показывают цифры, не совсем повлияли на кировчан. Явка слишком низкая, рекордно низкая. Но тем не менее. А вот что касается работы участковых избирательных комиссий и избирательной комиссии Кировской области, то я могу поставить работе избирательной комиссии неудовлетворительную оценку. Почему? Потому что та, скажем так, информационная кампания по привлечению избирателей на выборы, мне кажется, она сработала из рук вон плохо. А этим должна заниматься избирательная комиссия? Избирательная комиссия, естественно. Избирательная комиссия должна агитировать людей прийти на выборы. Она должна рассказывать о дате голосования, о том, какие выборы, каких депутатов, как этих депутатов избирают. Вы знаете, когда я за три дня, за два, за три дня до дня выборов слышу от своих избирателей, что у нас оказываются выборы, а кого выбираем, а каких депутатов. То есть избиратели от меня узнавали, что у нас оказывается выборы проходят. Это говорит о том, что информационная кампания избирательной комиссии сработала неудовлетворительно. Это первое. Второе. Что касается вообще, у меня есть предложение по реформированию института выборов в целом. Почему? Потому что, давайте приведем пример. Есть участковая избирательная комиссия по городу Кирову, где численность избирателей составляла 780 человек. Ну, я один у них привожу пример. 780 человек. Так вот, на заработные платы членам участковых избирательных комиссий, вот именно этой комиссии, было выделено 120 тысяч рублей. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем, сколько тратит, это только на зарплаты, сколько тратит государство на проведение избирательного процесса в перерасчете на одного избирателя. Это слишком высокая цифра. Поэтому мое предложение УИКи по городу Кирову надо объединять. Ну, то есть, укрупнить те самые автоматальные избирательные округа. УИКи, участковые избирательные комиссии, их надо укрупнять и объединять, для того, чтобы в том числе эффективнее использовать бюджетные средства, а сэкономленные таким образом ресурсы можно использовать на информирование, которого в этом году было недостаточно. Мне вообще непонятно. Вы говорите, вот должна заниматься информированием избирательная комиссия. Все эксперты в этом году дружно согласились, что сушат явку и специально нигде ничего, ни о чем не говорится. Собственно, о какой информационной компании мы вообще говорим? Вот вы знаете, еще один пример приведу. Члены участковых избирательной комиссии обязаны были по почтовым ящикам каждого избирателя разнести информационную листовку, где говорилось о том, какие выборы, когда и по какому адресу они у вас состоятся. Так вот, был пример, когда... Я всего лишь несколько уиков привожу в пример, на самом деле по городу ситуация везде одинаковая. Был пример, когда член участковой избирательной комиссии, скажем так, сфилонил и не попал в один очень большой дом, девятиэтажный, многоподъездный, жилой дом. Он туда не сходил, проспал, не попал, но сфилонил. И не опустил эти информационные листки в почтовые ящики. Так вы знаете, что из этого огромного дома, многоподъездного, девятиэтажного, не пришел ни один избиратель? Это о чем говорит? О том, что люди не знали о том, что выборы... Или о том, что им все равно. Или они не знали, куда прийти на избирательную участие. И в том числе и политическая апатия о том, что в данном конкретном случае выборы для них неинтересны. Вот мы на этом сейчас прервемся. Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата городской думы пятого созыва. После перерыва обязательно спрошу Алексея про шестой. Сейчас прервемся ненадолго. Ну что же, мы возвращаемся в студию. У нас то один ФМ «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Алексей Кузьмин, который то ли пройдет, то ли не пройдет в городскую думу шестого созыва. Алексей, расскажите, от чего это сейчас зависит? На самом деле это зависит от некоторых, от нескольких факторов. Действительно, на своем одномодатном округе я проиграл. Я признаюсь в этом честно. Я считаю, что... Проиграли кому, Алексей, напомните, я забыла. Представителю «Единой России», представителю завода «Лепси», бурганская фамилия, кандидата в депутаты. Значит, я проиграл по объективным причинам. Я сам себя ввеню в этом. Действительно, видимо, я не доработал. Я не донес, может быть, свою позицию до избирателя. И самое главное, я не убедил избирателя прийти на избирательный участок. Когда я лично проходил каждую квартиру, я получал моральную поддержку от своих избирателей. Потому что вслух мне говорили, «Да, мы за тебя, молодой, активный, целеустремленный, адекватно, мы за тебя». Но этот избиратель не пришел на избирательный участок. И я сожалею об этом, что все-таки здесь не сработало. Это первое. Второе, на что хочу обратить внимание, что кандидаты от «Единой России» пользовались, скажем так, я бы не назвал это черными технологиями, или грязными, тем более, технологиями, но тем не менее, в своих агитационных материалах, листовках, газетах, буклетах представители «Единой России» как мантру говорили одни и те же слова, что участие города в федеральных программах, ремонт дорог, ремонт тротуаров, дворовых территорий возможен только в том случае, если вы проголосуете за «Единую Россию». Ну, мне кажется, это настолько сильная манипуляция общественным сознанием, и настолько, я бы даже назвал, фейковое убеждение и мантра, что на это люди, к сожалению, поддались. И поэтому люди почему-то стали голосовать за представителей партии «Единая Россия». Люди не понимают, по вашему мнению, или они не хотят разбираться, или они не умны? Нет, ни в коем случае, естественно, я никогда не скажу, что люди не умны, но тем не менее, правовая грамотность населения города, она, конечно, не на самом высоком уровне, тем более политическая грамотность. Те, кто активно занимается политикой, интересуется политикой, они все-таки пришли на выборы, они голосовали за свои партии, за своих кандидатов, а те, кто и не интересуются политикой, и будучи убежденным, что за него все решат, и город Киров может остаться без федеральных денег, не дай бог, они изберут справедливую Россию, то, ну, мне кажется, такие прецеденты есть, и они имеют место быть. Вот, хорошо, Алексей, мы с вами выяснили, что в вашем 12-м одномандатном округе вы проиграли. Восьмом. Пардон, да. Что дальше для вас? Что дальше? Ну, вы знаете, я хоть и для своего, скажем так, еще юного по политическим меркам возраста, с 2007 года занимаюсь общественной политической деятельностью, и из-за каких-то инсинуаций не собираюсь бросать это дело, и буду по-прежнему заниматься общественной политической деятельностью, буду продолжать работать на благо кировчан, на благо жителей Кировской области. Вопрос только в том, как, где и в каком статусе. Вот это вопрос сейчас. Сегодня у нас, кстати, собрание, партийное собрание, где будут обсуждаться члены Справедливой России, кто войдет в Кировскую городскую думу, надеюсь, что там и моя кандидатура будет там обсуждаться. Поэтому я руки опускать не собираюсь, буду продолжать работу, вопреки всем желающим меня политически похоронить. В какую вероятность Вы сами оцениваете Ваши шансы пройти в Городуму 6-го созыва? Нужно я не буду отвечать на этот вопрос. Этот вопрос будет сегодня обсуждаться вечером, все результаты Вы узнаете завтра. Ну хорошо, давайте я переформулирую. Вы считаете, что у Вас есть эти шансы? Вы знаете, я с 2015 года работал в стенах Кировской городской думы, я проявлял усердие и активность в этом вопросе. У меня было очень много обращений избирателей и граждан, решал их вопросы, поэтому мне кажется, что мое представительство в представительном органе города Кирова, оно будет полезно для партии. Если члены партии посчитают ненужным мое представительство и представительство других людей, то, безусловно, я поддержу и это решение, и буду всячески помогать действующим депутатам Городской думы. Это Алексей Кузьмин сейчас так аккуратно ушел от ответа на мой вопрос. Ну хорошо, давайте прочитаем между строк Ваш ответ. Вот, Алексей, Вы в начале программы поблагодарили всех, кто пришел на выборы, и в частности всех, кто Вас поддержал. Вот, собственно, я ходила. Более того, я голосовала на выборы в Городому за справедливую Россию, потому что Василий Куприянович Сураев. И, собственно, сейчас вопрос. А где Василий Куприянович, который заявил о своих морских амбициях? Что с этими амбициями? С ними что-то случилось? Да, Вы знаете, ничего не случилось. Здесь, Вы знаете, слово Василия Куприяновича, оно, в принципе, всегда железное. И то, что он говорил о том, что он готов возглавить город Киров, чтобы преобразить его в лучшую сторону, изменить этот город, это слово никуда не делось. Вопрос заключается в том, что насколько вероятность того, что представители Единой России поддержат его на выдвижение в качестве главы города Кирова, сейчас эта вероятность и обсуждается. И сегодня вечером на нашем партийном собрании, в том числе и этот вопрос, будет обсуждаться. Если Вы думаете и подозреваете, что Василий Куприянович выступал исключительно в качестве паровоза и обманул избирателей справедливой России своими морскими амбициями, то Вы ошибаетесь. То есть, действительно, Василий Куприянович один из самых грамотных управленцев в нашем городе и эффективных управленцев. И его работа на благо города, она бы точно была в позитивном ключе. Поэтому не будем спешить с выводами. Сегодня, еще раз повторяю, состоит партийное собрание. Все результаты этого собрания Вы узнаете завтра, в том числе и о выдвижении Василия Куприяновича. То есть, сегодня вечером Вы решите, будет он выдвигаться или нет. Все верно. У нас в Гурдуме шестого созыва 23 депутата от Единой России, 6 депутатов от СССР, 4 от ЛДПР, 2 от КПРФ и 1 от коммунистов России. Это получается 23 против 13. И при таком раскладе вообще есть шансы, Василий Куприянович? Вот я Вам об этом и говорю, что Дума этого созыва по количеству мандатов между оппозицией и правящей партией, она в принципе не отличается от Думы предыдущего созыва. И говорить о том, что оппозиция одержала верх и может диктовать свои условия в городе, то пока это, естественно, ошибочно. И что касается нашей фракции, то действительно мы улучшили свои показатели по сравнению с предыдущим созывом. Мы показали самый высокий результат среди справедливых России во всей стране. Нас отметил центральный аппарат партии, отметил наш высокий результат. Поэтому, я думаю, все еще впереди, вся политическая жизнь в Кировской и Городской Думе, она еще впереди. И мы можем интересные расклады увидеть в Городской Думе. В том числе я знаю, что для оппозиции в городском парламенте уже, скажем так, выделено одно место. Для заместителя, заместителя, председателя Кировской и Городской Думы. Поэтому здесь вопрос остается открытым. Слушайте, по-моему, как-то всегда старались паритет соблюдать, нет? По заму. Не всегда. Не всегда? Алексей, тут у нас был Владимир Маматов буквально вчера. И он сделал несколько интересных заявлений. Прекрасный эфир был у моей коллеги Светланы Занько. Я переслушала его на Ютубе, получила огромное удовольствие. Всем рекомендую. Ну, собственно, Владимир Маматов все знают как человека с особым мнением, совершенно особенным. Оно у него отличается от всех остальных. И вот, собственно, Владимир Маматов задался таким вопросом. До какого момента наши граждане будут адекватно реагировать на снижение явки? Ну, то есть вот при какой явке наступит такой момент, когда народ скажет, «Эй, ребята, что-то не так. Мы не хотим выбирать губернатора или мы не хотим выбирать городскую думу, за которых там голосовали 30-23%, 15%, 10%, 3%». Где вот это вот число явки, при котором наступит какое-то понимание в головах у людей, что власть не совсем легитимна? Вы знаете, действительно, это очень важный вопрос. Приведу вам пример. На прошедших выборах 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе выбрали депутата представительного какого-то органа в муниципалитете. Знаете, сколько голосов ему было отдано? Один. Он был выбран с одним избирателем. Это как? Ну, вот так. То есть, видимо, явка была настолько низкая. Ну, конечно, там был маленький избирательный округ, но тем не менее. Один избиратель пришел на выборы, проголосовал, и человека избрали депутатом. Значит, мы с вами говорим о том, что явка, о легитимности явки. И в этом году, насколько я знаю, из аппарата правительства, администрации президента, была поставлена задача явку не нагонять. Как это было, как это делали и раньше, когда массово сгоняли и бюджетников, и чиновников, и членов их семей, и массово агитировали на избирательных участках, чтобы привлечь избирателей на выборы, то в этом году такого призыва на выборы не было. И говорить о каком-то пороге явки, при котором легитимность будет подтверждаться, либо отрицаться, я даже не знаю. Но мне кажется, если явка следующих выборов дойдет до 15%, это мое предположение, то выборы уже можно признавать нелегитимными, и сам институт выборов можно будет либо реформировать, либо отменять вовсе. Просто назначать депутатов, назначать глав регионов, назначать мэров, назначать всех можно назначать. С главами регионов вообще, в принципе, все очевидно. И муниципальный фильтр, об этом же говорит, что здесь не самая главная задача, кто кандидат, а главная задача, лоялен ли он действующей власти. Вот Владимир Маматов сделал еще одно интересное предложение, но, наверное, после рекламы мы его обсудим. Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Гордумы 5-го созыва. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Городской думы 5-го созыва. Ну вот, возвращаемся мы к нашим баранам. Говорим мы сегодня про итоги выборов. Владимир Маматов накануне в эфире у моей коллеги Светланы Занько сказал, что, собственно, почему у нас люди голосуют с 18 лет. То есть молодые совершенно люди, там, 18, 19, 20 лет, у которых еще нет ничего за душой, которые учатся в большинстве своем, там, еще ничего не заработали, там, условно, нет квартиры, машины, детей, там, собственности какой-то бизнеса. Но они голосуют и влияют на результаты выборов. И Владимир задался вопросом, а почему так происходит, и предложил голосовать, дать право голосовать только тем, у кого есть работа, какое-то имущество, тем людям, которые долго живут в этом регионе. Вот они влияют на его развитие, соответственно, только они могут голосовать. Вот как вы относитесь к такому предложению? Вы знаете, предложение, мне кажется, которое сулит лишь еще большее снижение явки на выборах. Единственное, в чем могу согласиться, в том, что, и, кстати, такая инициатива обсуждается, повысить порог, возрастной ценз для избирателей с 18 до 21 года. Вот эта инициатива обсуждается, потому что, я вам могу привести пример, в Кировской области на прошедших выборах выдавали очень красивые блокнотики для первых избирателей. Первых, когда они пришли на избирательный участок впервые, это 18-летние. Так вот этих блокнотиков было розданы всего лишь несколько штук, какие-то единицы этих блокнотиков. Это говорит о том, что 18-летние на выборы не ходят, они и так не ходят. И ограничивать еще каким-то образом, это, мне кажется, если только возрастным цензом, это первое. Второе, что бы я хотел отметить, у нас есть портал госуслуги, на которых зарегистрировано уже очень много кировчан, которые подтвердили свою регистрацию официальными документами, заявлениями, подписьми. Все непросто, да, чтобы зарегистрироваться на портале госуслуги, нужно съездить в специальное место с паспортом, где тебе выдадут пароль к твоему личному кабинету. Вот предложение следующее, и такое предложение опять же обсуждается на федеральном уровне, чтобы позволить через портал госуслуги голосовать. Бояться хакеров в данном случае не стоит, потому что, мне кажется, больше надо бояться председателя участковых избирательной комиссии, чем хакеров, которые могут взломать это голосование. Это первое. Второе, у нас есть очень густая и развитая сеть МФЦ, куда граждане могут точно так же приходить во время выборов с предъявлением паспорта и отдавать свой голос. Тем самым, скажем так, интерес к выборам может повыситься, и явка на выборах может также увеличиться, тем самым городская власть, областная власть, она получит более легитимный статус, нежели сегодня. А что нужно вообще, Алексей, сделать, чтобы вот эта вот некая политическая апатия, да, неверие в то, что люди своим голосом могут на что-то повлиять, чтобы она ушла, трансформировалась во что-то иное, чтобы люди не были апатичными? Что нужно сделать для этого? Вы знаете, над этим вопросом бьются, наверное, сотни, если не тысячи умов в нашей стране, в том числе и в Кировской области. Какого-то ответа, конкретного ответа на этот вопрос, ну, по крайней мере, у меня нет. Вот я о чем говорю, я сам проиграл избирательную кампанию, в том числе потому, что мой избиратель не пришел на избирательное участие. То есть, ну, я своими методиками, своим убеждением не уперебидел человека в воскресенье выделить 10-20 минут своего времени. Что надо еще придумать для того, чтобы заставить человека проявить свою гражданскую позицию? Ну, я не знаю, мне кажется, просто та, еще раз повторюсь, та федеральная политическая повестка, которая транслируется нам по Первому каналу, по НТВ, она нацелена на то, чтобы население не проявляло вообще интереса никакого политики, чтобы оно интересовалось конфликтом на Украине, войной в Сирии, санкциями в Европе и тем, какие американцы плохие и как они душат нашу страну. И ни в коем случае, чтобы население не заинтересовалось внутренними проблемами. А внутренняя политика, она гораздо важнее внешней, потому что с внутренней политикой вы сталкиваетесь каждый день, выйдя из своей квартиры, попадая в полуразрушенный подъезд, идя по разбитым тротуарам и отвозя ребенка на автобусе чадящим черным дымом в садик в Коминтерне, хотя сами живете в чистых прудах. Вот она, внутренняя политика. И запрос на внутреннюю политику у населения все меньше и меньше. Алексей, вот что с вашей точки зрения будет дальше? Закончились выборы, губернатор избавился от приставки в Рио, выбрали городскую думу, дай бог, в ближайшее время новоизбранные депутаты разберутся, кто все-таки пойдет, а кто не пойдет. А что дальше будет? Жизнь продолжается. И политическая в том числе. Вы бы еще сказали, жить станет веселее. Жить станет лучше. И еще более лучше, простите мне мой ласковый троллинг. Нет, ну серьезно. Вот, там, Васильев, избираясь, много чего обещал. Этому посвящен цельный сайт и целая программа. Будет он свои обещания выполнять? Или после выборов, наоборот, всем начнут гайки закручивать? Вы знаете, я вам вопросом на вопрос отвечу. Вы думаете, будут люди или сообщества людей, которые будут контролировать эти обещания, что в Рио губернатора, что кандидатов в депутаты городской думы? Алексей, а что у нас? Исполняют только те обещания, выполнение которых жестко контролируется? Вы знаете, здесь вот как раз и палка о двух концах, что обещать можно все, что угодно. Из предвыборных газет, в том числе и «Единой России», мы каждый год, каждую выборную кампанию видим одни и те же обещания, одни и те же цифры, но ситуация-то не меняется. И говорить о том, что двумя руками начнут работать представители партии власти в городском парламенте, областном правительстве, на выполнение этих обещаний, мне кажется, это преждевременно. Здесь необходима конкуренция. И я всегда говорил о том, что без политической конкуренции невозможно конструктивная работа. Когда нового главу города будет избирать исключительно «Единая Россия», вы знаете, что по уставу главу города избирают простое большинство депутатов. 23 мандата отданы «Единой России» и 10. Ну слушайте, в «Единой России» на самом деле тоже далеко не единство. Там тоже существуют разные, ну как это принято говорить, группировки и совершенно разные интересы. И голосование за... Господи, да что ж такое происходит? Голосование за главу города у нас тайное. Всё верно, тайное голосование. То есть, в принципе, эти представители «Единой России» совершенно не обязаны отчитываться, за кого же они голосовали на выборах мэра. Не обязаны, но существует такое понятие, как партийная дисциплина, и есть такое понятие, как предварительная политическая договоренность. Так вот, я думаю, всё-таки политические договоренности у той же «Единой России», ну и как и у наших оппозиционных партий, они всё-таки будут достигнуты. Какие-никакие, но достигнуты они будут. Вопрос в том, будут ли спрашивать оппозицию, вот это главный вопрос. У нас опять меньшинство в городской думе, избиратели не доверили большинству нашим партиям, поэтому вопрос в том, будут ли нас спрашивать в эти вопросы. Нет, ну подождите. То есть, вы говорите сейчас о том, что для «Единой России» парт дисциплина важнее, чем интересы каких-либо группировок и течений внутри «Единой России», даже при том, что голосование тайное. Ну, конечно. Интересы этих группировок, они всё-таки сосредоточены в одной политической силе, в одной партии. И если будет такой разбор и шатание, то, мне кажется, они так и главу города могут потерять. И случайно главой города, например, станет коммунист. Ну вот, вы представляете такой расклад? А если там будет раздрай и шатание, то такое возможно. Мне кажется, они такого не допустят. А женщина в кресле главы города насколько реальна, по вашему мнению? Да, абсолютно реальна. Если эта женщина будет грамотным, эффективным управленцем, и которая сосредоточит в себе политическую власть, почему бы и нет? Да ладно, серьёзно. Мужчины, которые избрались в Городскую Думу, поддержат, например, Елену Ковалёву? Я не знаю, кто кого поддержит. Вы же сами сказали, что тайное голосование в Городской Думе – это глава города. Поэтому вопрос в том, кто будет предложен. Вот мне кажется, что мужчины принципиально за женщину мэра голосовать не будут. Мне кажется, у нас не до такой степени сексизм развит в стенах Городского парламента, чтобы по половому признаку голосовать. Но мне кажется, ситуация будет достаточно интересной. Я хочу дождаться первого заседания Городской Думы. А вы на него пойдёте хотя бы в качестве, как это, я не знаю, сказать, наблюдателя? Представителя, эксперта? Ну, вы меня со счетов-то ещё не списываете. Вы мне про вероятность вашего избрания ничего не ответили, Алексей. Я вам отвечу на это завтра. И поэтому я могу вам ответить завтра. Пойду я на заседание Думы и, скажем так, на каком стуле я буду сидеть. Я вам так вот завтра отвечу. На заднем приставном стульчике деревянном, либо где-то впереди на кожаном кресле. Ну что же, Алексей, ждём тогда от вас сегодня вечером поста в вашем телеграм-канале. Я на вас подписана, внимательно читаю. Это было особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Городской Думы Пятого Созыва и, дай бог, Шестого. Спасибо вам за ваше особое мнение. Спасибо. Всего доброго.